Наконец-то я довела свой уход практически до идеала и, конечно же, спешу с вами поделиться своими открытиями и своим текущим уходом. Я периодически делала обзоры на какие-то косметические средства, но чтобы прям от начала до конца рассказать, чем я пользуюсь каждое утро, каждый вечер или от случая к случаю, то я такого рода видео уже пару лет не делала, и так как сейчас мне действительно очень нравится каждый продукт, о котором я хочу рассказать, и каждый реально выполняет свою роль, они просто присутствуют и как бы ничего не делают. Ну и, конечно же, так как мне 32 года, я уже стремлюсь к тому, чтобы у меня не появлялись новые морщины, чтобы кожа максимально долго оставалась хотя бы в том состоянии, в котором она находится, и вот это состояние, которое у меня сейчас, я поддерживаю, ну, последние, наверное, лет 7 так точно, у меня ничего не меняется, новые морщины какие-то у меня не добавляются, все как было, так и есть, и я этим тоже очень довольна. Как только я просыпаюсь, я сразу иду в ванну, начинаю свой уход, и косметику я наношу уже гораздо позже, но каждое утро у меня стабильно начинается с ухода. Первое, что я наношу после умывания, умываясь я обычно с утра просто водичкой, ничем другим не умываясь, иногда использую умывалку, именно очищающее средство, но в основе своей, в принципе, нет, мне достаточно просто водой умыться, после чего я наношу тоник. Этот тоник от компании Benton, это корейская марка, и у меня конкретно этот из линейки с муцином улитки и с пчелиным ядом. Кстати, я слышала много страшилок по поводу того, что муцин улитки сначала отлично работает, а через пару месяцев начинает забивать жутко поры. Со мной пока такого не произошло, естественно, я этот слух подтвердить не могу, не знаю, насколько он правдив или нет, но у меня такого не произошло. Он приносит ощущение очень приятное, нет вот какой-то стянутости кожи или нет какого-то ощущения, что вода вот высушила кожу. То есть он моментально выравнивает pH-баланс кожи лица, и из-за этого я его очень люблю. И, кстати, я им пользуюсь просто вот так вот, 2-3 помпы я наливаю в руку, распределяю это все между ладошками и вот так вот прихлопываю лицо. Дальше у меня идет уход зоны под глазами, сейчас я пользуюсь кремом от Lancome Genifique. Честно сказать, пока боюсь вообще что-то о нем говорить, потому что буквально только недавно начала им пользоваться. У него довольно близко к началу состава денатурированный спирт, поэтому он в теории может сушить зону под глазами. Пока что мне очень комфортно, он такой плотненький, жирненький, и мне как раз этого не хватало, вот чувство какого-то наполненности какой-то вот этой зоны. Потому что до этого я пользовалась кремом от PAYO, и здесь написано, что это Гидро 24+, и да, это правда, то есть он увлажняющий крем и не более. Но мне не хватало именно напитанности кожи, поэтому я начала пользоваться Lancome. Я не посмотрела сначала в состав, но так как я его купила, и он дорогущий, я его использую, но если я замечу какую-то сухость, я обязательно прекращу пользоваться, и вам об этом тоже расскажу. После крема под глаза я наношу крем на все лицо, и я сейчас в последнее время использую крем от BENTON, это та же корейская марка, и опять та же серия с муцином улитки и с пчелиным ядом. Очень мне нравится этот крем. Вот этот крем действительно это то, что полностью меня избавило от вот этого чувства сухости, потому что он опять-таки достаточно плотный для того, чтобы напитать кожу. То есть он не просто увлажняющий, он именно питательный, но в то же время он и не тяжелый, то есть кожа у меня от него не портится, и врачи у меня от него не появляются. Очень приятный крем, вот просто наносишь, тоже быстро впитывается, и моментально ощущение какой-то упругости и напитанности кожи. После того, как я наношу этот крем, я обязательно наношу SPF. У меня было видео уже об SPF, я вам обязательно оставлю на него ссылку, там я показывала свой самый любимый, я сейчас тоже его мельком покажу. Сейчас я пользуюсь SPF тоже от BENTON, не самый большой мой фаворит в плане SPF, потому что это классический такой, знаете, жирный, липкий белый крем. И я до жути вообще испугалась, когда я впервые открыла баночку и налила себе немножко в руку, потому что обычно вот такого типа консистенция очень сильно мне забивает поры. Но я думаю, ладно, попробую несколько раз, если вдруг, не дай бог, там где-то меня это испугает, я перестану им пользоваться. Но вот, кстати, на удивление, конкретно этот кожу мне не портит. Единственный момент, когда вы пользуетесь физическим SPF, то есть вот таким вот белым густым кремом, его обязательно нужно смывать в конце дня. Каким бы хорошим, дорогим, классным, неважно, чем бы вы ни пользовались, если это физический SPF, если даже вы не используете дальше косметику, вы только с утра нанесли уход и вечером вы это не смыли, у вас 100% будут забиваться поры. Это SPF 50, уровень защиты у него четверка, то есть в принципе это максимальная защита, реально хорошо работает. После него кожа становится сначала белой, а потом буквально через пару секунд просто глянцевой. Такое впечатление, что парафином она натерта, а так как это SPF 50, его на 8 часов должно хватать, и вот на 8 часов я в принципе в нем уверена. Мы даже когда ездили куда-то в город или на шашлыки, и целый день я проводила под солнцем и не поправляла SPF, все равно мои пигментные пятна не загорали, и это меня, конечно, радовало. Самый мой любимый SPF, которым я тоже пользуюсь, это SPF от Shiseido. Это конкретно японский Shiseido, его, к сожалению, можно заказать только в интернете, либо на Амазоне, либо на eBay. Вот этот вот Benton, конечно, намного проще заказать. В Украине есть представитель этой марки, так же, как и в России наверняка тоже есть представитель этой марки. Поэтому, если вы хотите заморочиться и купить вот что-то, что будет идти там 2-3 недели, то я советую заморочиться все-таки и купить, потому что этот на водной основе. У него в середине вот еще шарик, слышно это, и это действительно очень тоненькая водичка, которая не имеет вот этого вот противного жирного белого липкого слоя. Это абсолютно такая полупрозрачная водичка, которую, когда вы наносите, вы ее абсолютно не ощущаете на лице. И последний шаг в утреннем уходе – это нанесение сыворотки на губы. Я сейчас использую сыворотку-праймер для губ Анели. Это бесподобное просто средство, действительно очень приятное. Такое впечатление, что вы масло наносите на губы, но при этом оно вкусно пахнет, и оно еще достаточно комфортно тоже впитывается. Губы просто в бесподобном состоянии после того, как вы его наносите. Безумно люблю это средство, с уверенностью могу сказать, что это самый лучший бальзам для губ, который я только когда-либо использовала. Никакое ни лука с папайей, ничего мне не нравится больше, чем это. И последний шаг, который я выполняю с утра – это уже не уход, но мне очень хотелось с этим поделиться, потому что реально средство чуть ли не революционное. Я хочу вам рассказать о антипроспиранте от компании Nativ. Я его заказала после видео Кэтлин Лайтс. Когда она рассказала о нем, я поняла, что мне срочно это нужно. Я его сразу в тот же день заказала, ждала его с Америки где-то недели две-две с половиной, но тем не менее это того стоило. Это натуральный дезодорант без каких-либо вредных ингредиентов. Как она его, собственно, описала? Так же, как и я всегда описываю натуральные антипроспиранты, что они либо слишком жирные, такие, что реально это как бленд каких-то масел, и ты наносишь, и надо вот так вот ходить потом три часа, пока это все не впитается, а этот жир все равно, и эти масла, они не впитываются полностью. И я уже даже не могу счесть, сколько одежды я перепортила тем, что вот оставались жирные пятна, скажем так, под мышками. И есть другой тип антипроспирантов, которые типа как кристалл, твердый, которые вообще не оставляют никаких следов, но в то же время они не справляются все равно на 100%, то есть если даже и запаха нет, то все равно вот эта потливость остается. Кэтлин Найтс пообещала, что это средство максимально похоже на то, что можно купить, не знаю, в обычном супермаркете, и по эффективности, и именно по текстуре. И я полностью с ней согласна, я вообще не разочаровалась в этом антипроспиранте. Реально крутая штука, сколько я не пробовала разных и кристаллов, и разных серий, и разных там бестселлеров по версии и iHerb, и Амазона, чего я только не заказывала, но только вот эта реально крутая штука. А еще она говорила, что нужно заказывать именно версию кокос и ваниль, я ее именно и заказала, и это просто невероятно. Такое впечатление, что я каждое утро, знаете, Рафаэлку себе растираю под мышками, невероятно вкусный, приятный аромат, но он не держится целый день, он так вот подержался, может там минут пять, и все, он исчезает. То есть если вы дальше используете парфюм, это никак конфликтовать не будет. Выглядит он вот так вот, то есть это такой классический стик, если по нему вот так я проведу пальцем, то есть ощущение вот какого-то как масла, наверное, но именно когда наносишь под мышки, он слегка даже может как белыми каточками какими-то наноситься, но это моментально впитывается в кожу, не оставляет никаких пятен на одежде, очень классно защищает, очень классно пахнет, в общем-то невероятное просто средство. Если у вас есть возможность, обязательно закажите. С дневным уходом мы закончили, теперь переходим к вечернему ритуалу. Первое, что я делаю, это всегда смываю косметику, если я ее использовала. Сейчас я очень люблю вот это масло от Avon, чудесное сияние, легкое очищающее масло для лица. Вы видите, что у меня осталось его совсем немножко, и я бы очень хотела заказать его повторно, потому что мне оно действительно очень понравилось. Сейчас единственное, я заметила, что некоторые его покупают и используют неправильно. Для того, чтобы им правильно пользоваться, не нужно наливать его на ватный диск и потом смывать макияж. Вы наливаете его прямо в ладошку, хорошо растираете между руками и потом массажируете лицо. Разбивается вся косметика, стойкая, водостойкая, неважно какая. И еще и вы делаете такой вот приятный массаж лицу, поэтому одни сплошные плюсы только у меня от этого средства, очень мне нравится. Дальше я очищаю лицо, и это очень важный момент, который многие выпускают. Меня еще до сих пор спрашивают, как я отношусь к двуступенчатому очищению лица, когда очищается сначала макияж, снимается, а потом очищение лица идет. Я вам честно скажу, я другого даже не воспринимаю, то есть для меня это даже вообще не вариант. Я считаю, что в мире не существует ни одного средства, которое вот так вот просто смывая макияж, еще и очень хорошо очищает лицо. Для вечернего очищения я всегда использую свою щеточку Foreo Luna, и на нее наношу умывалку от Benton. Это белая серия, называется Honest Cleansing Foam, и вообще вот эта линейка Honest, я так понимаю, что она самая нейтральная вообще. То есть если у вас максимально чувствительная кожа, то обратите внимание именно на эту линейку, потому что здесь нет ни отдушек, ни каких-то жестких химических элементов, ни чего-то такого сверхъестественного, что может раздражать кожу, но при этом эта умывалка просто до скрипа очищает кожу. Кожа абсолютно чистая, вычищенная, но при этом нет ощущения сухости и стянутости. Обалденное просто средство, и кстати, в этом видео я буду разыгрывать эту умывалку, то есть будет конкурс, вот такой вот вам сюрприз. И разыгрывать я буду не только умывалку, поэтому дождитесь конца видео, я обо всем обязательно расскажу. Вечером после очищения лица я использую другой тоник, и я сейчас пользуюсь тоником The Ordinary, который гликолевая кислота 7% и я заказала этот тоник, потому что, как я уже и сказала, я борюсь с текстурой лица, и конкретно вот этот тоник очень классно с этим помогает. Гликолевая кислота хорошо помогает разгладить текстуру, и также борется с какими-то высыпаниями, какими-то вот такими вот проблемами. Этот тоник не рекомендуется наносить с утра, его как раз-таки рекомендуется наносить вечером, что я, собственно, и делаю, потому что за ночь кожа, во-первых, не будет подвержена солнечному свету, а во-вторых, она будет иметь возможность немножко восстановиться после воздействия кислоты. Это средство не для чувствительной кожи, потому что может появиться раздражение, но для меня она очень классно работает, очень я люблю этот тоник, постоянно им пользуюсь и действительно вижу разницу. Опять-таки, даже в этой текстуре изначально все было настолько каким-то горбатым и настолько все некрасивым, сейчас постепенно, вот начиная с вот этой вот зоны, наверное, все опоры начинают как открываться, очищаться, и меня безумно радуют эти результаты. Дальше уход уже мой повторяется, снова я наношу тот же крем Benton, и после чего заканчиваю все нанесением вот этой сыворотки на губы. И теперь я хочу еще пару слов сказать о тех средствах, которые я не использую каждый день, а скорее так, от случая к случаю. Опять-таки, текстурная моя проблема, я заказала еще одно средство от The Ordinary, это химический пилинг AHA 30% плюс BHA 2%. Это очень термоядерная штука, реально, я когда заказывала, я почему-то подумала, что это сыворотка. Но потом, когда это пришло, я начала читать инструкцию, что ни в коем случае не используйте это чаще, чем 2 раза в неделю, только максимум на 10 минут это можно наносить, ни секунды, и просто больше. Я поняла, что это очень серьезное средство, и оно таким и является. Я использую его только 1 раз в неделю для моей кожи, которая не слишком чувствительная, я бы сказала, вот именно к пилингам не сильно чувствительная. Когда я попробовала нанести второй раз за неделю, я спалила себе кожу, особенно вот на носу, у меня прям конкретно красная была кожа, ну и естественно не такой ожог, который ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, там надо было бежать, хвататься за голову, это прошло буквально в течение дня следующего, но тем не менее кожу я действительно спалила, и я поняла, что этим можно пользоваться мне только 1 раз в неделю, и после того, как я наношу это на лицо, и кстати, опять-таки там в инструкции написано, что исключительно только на сухую кожу, даже если вы умылись, вытерли лицо, нужно еще подождать, пока все полностью испарится с лица, иначе опять-таки можно себе сделать ожог. Так вот, после использования этого пилинга, у меня есть такое четкое ощущение, как будто реально меня заполировали, я не знаю, реально какой-то станок, машинка какая-то полировала мою кожу, потому что все настолько гладко, что у меня лоб можно использовать вместо зеркала, наверное. Я вообще огромный фанат кислот, ретиноида, забыла тоже сказать, что когда я использую вот этот химический пилинг, хотя результат мне очень нравится в плане текстуры лица, но он может вызывать вот именно такое ощущение стянутости кожи, поэтому я всегда его дублирую либо каким-то хорошим увлажняющим кремом, вернее, даже не увлажняющим, а питательным, по типу вот этого, либо я люблю даже это все делать в выходные дни, когда не нужно никуда спешить, не нужно там особо краситься, и я использую часто после пилинга вот эти вот маски, это маски от Benton, это тканевые маски, их здесь в упаковке 10 штук, это маска с высоким содержанием муцина, улитки и пчелиным ядом, идут они упакованы вот в такие вот саше, каждую маску нужно держать приблизительно 10-20 минут на лице, тоже после того, как я использую пилинг, а потом вот это, у меня кожа такая зеркальная, отполированная, но при этом еще и увлажненная. Для губ я также периодически использую скраб, у меня это скраб от Analy, и полностью натуральный состав, это конкретно у меня ванильная серия, выглядит он вот так вот, тоже потрясающий скраб, я не могу сказать, что он агрессивный, и это, наверное, хорошо, что касается губ, что я с ним никак не могу переборщить, он такое впечатление, как по ощущениям, как взбитые сливки, взбитый мусс, вот такой вот, в котором находятся гранулы, вот эти синенькие гранулы, которые вы здесь видите, это гранулы ЖЖБА, поэтому здесь полностью натуральный состав, даже если вы случайно его съедите, ничего страшного не произойдет, и для губ это, кстати, очень важно. И последнее, что я периодически использую, это маску от Иран Букур, тоже обожаю эту маску, из всего, что я перепробовала в этой марке, вот это действительно меня впечатлило. Эта маска очень хорошо освежает цвет лица, вот именно так. Я ее беру тогда, когда я подхожу к зеркалу и вижу так, ну вот, что-то какой-то уставший вид, не то, чтобы не увлажненный, и не то, чтобы кожа не была напитанная, но вот какой-то такой вот уставший вид просто, тогда я беру эту маску. Наверное, вот этот эффект достигается за счет, действительно, вот этого освежения цвета лица. Знаете, есть такое выражение, свежий как майская роза, вот, наверное, вот такой вот эффект после этой маски. Хочу сейчас вернуться к конкурсу, мы с компанией Benton будем разыгрывать два средства, как раз-таки из вот этой вот белой линейки, об этом спрее я вам ничего не рассказывала, потому что я его больше использую не как уход, а как декоративную, скорее, косметику. Это TT Mist, я его использую как легкое увлажнение перед нанесением косметики, то есть, если у меня опять-таки возникает чувство, что кожа недостаточно увлажнена, и мне хочется более свежий вид иметь перед нанесением тональной основы, то я сбрызгиваю лицо вот этим TT Mist, очень мне нравится, как это все работает, и как я уже сказала, вот эта белая линейка максимально нейтральная, поэтому мы ее и выбрали, потому что она подойдет максимальному количеству людей, независимо от того, какой у вас тип кожи. Ну все, не буду вас еще больше задерживать, и так, спасибо вам огромное, что уделили мне столько времени и досмотрели это видео до конца, если вы здесь впервые или еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, это можно сделать вот здесь вот, и я вам также в рекомендациях оставлю какие-то другие видео, возможно, тоже с каким-то уходом, что-нибудь интересненькое для вас подберу, поэтому если вдруг вам заняться нечем, и вы бы хотели еще что-то посмотреть, то вот вам два варианта, а я уже с вами буду прощаться, и мы увидимся с вами в следующих моих видео.